Всем привет, с вами Квина и мы продолжаем играть Ведьмака. На нас надет шикарный афирский кафтанчик, легкий доспех. Я не знаю, как вам кажется, подходит ли он или нет, но в общем, попробуем в нем бродить. Я смотрела афирские доспехи, они для 38 уровня, им нужна шкура драконида, а у меня ее вообще нету. Вообще ноль. Печаль. Убивала, убивала столько драконидов, а шкуры нет. Это печально, но ничего с этим не поделаешь. Это мы сняли. Это тяжелый доспех, это легкий доспех. Тут сопротивление ударному стихиям, урона чудовища. Ну, учитывая, что сейчас мы будем биться с чудовищами, одену-ка я свою привычную одежку, боже мой, называется, купила, да? Только чисто для пвпендриваться. Ладно, давайте сохранимся и пойдем в каналы. Канализацию. Двумя словами, если сказать. Подождите, подождите. Да я думаю, надо пойти улучшить оружие. Мне вот интересно, намного ли оно улучшено. Давайте глянем. Уже обещали, что это будет улучшение постоянным, если там пробафать. Непонятно. Кто знает, напишите. А ты знаешь, что в городе есть охотники за колдуньями? Нет, не знаю. Охотники за колдуньями никогда не слышал. Кто ты такой? Обыскать канал и использовать мачи чачьем. Да. Я вижу, здесь у вас очень... Очень... Красиво и приятно. Да, еще ты вот это сделай, Геральд. Молодец. Так, поскольку это каналы, давайте... Я не знаю. Следы сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц наш раздался. О, а здесь следы женские. Она была одна. Хорошо. Я не знаю. Тут же какие-то итогцы, да? Ты один? Хорошо. Зуб чудовище. Ладно. Давайте подсветим немножко место, где живут чудовище. Угу. Угу. Хорошо. Ладно. Ух ты, зелененький такой. А-а-а! Так. Кого-то мы нашли. Раны, резанные явно от клинка. Это работа не чудище. Хорошо. Ладно. Нам сюда. Похожим нам за поворот. Э-э-э... Что-то тут лежит. Мешочек? Немеритовая руда полезна. Лучше бы от чудовища что-то было. Так. А мы отсюда зашли. И нам и сюда идти. Канализация стекает. Эй! Не смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Опа. Шанни? Опа. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне. Шанни, успокойся. Он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Кажется, мы о ней говорили. Черт бы побрал. Лекарем, кажется. Все зря. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Спасибо, Геральт. Старая знакомая. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксимфурте. Но поскольку я гражданка Ридании, то еще работаю на армии. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда Риданская армия направила? Или ты просто спустилась в канал и воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Какое задание интересное. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальное. А сколько их было? Целое отделение. Шесть храбрых парней. Семь вертвыми. Шмарена в канализации. Прелестная перспектива. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое. Я плевалась ядом и как бы чах. А, то есть это явно не трупоед и не стая утопцев. Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения? Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чем? Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Я бы поспорила. Ну ладно, будь по-двоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силой. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одну из стен. Хорошо. Сохранение. Я знаю. Если ядом, то мы сможем ивогу употребить. Чего ты хочешь, Геральт? Самовара хочу. Так, ладно. Значит, надо идти в другую. Другой проход. Так. Бочка. Прах. Фу. Ерунда какая. Так. Подожди, я же возвращаюсь, получается, да? Так. Так, здесь было, а здесь мы еще не были. Закрыто нужен ключ. Ладно. Ну, я что, я не могу пройти. Здесь закрыто. А, если для одной из стен повредил, то, возможно, нам... Да. Геральт, ты гений. Хе-хе-хе. Идем, Шанни. Осторожно. Чудище все еще может быть где-то здесь. Да. Вот, и Шанни. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, это вонь. Должно быть мы в логове. Свежее. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Так еще и в логове не будет. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Вот так. Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А мне как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полночилось. Успокойся, я пораню тебя. Хе-хе-хе. Тебе хватит того образца? Надеюсь. Но еще хочу взять образец свежего яда, когда ты убьешь чудовище. Для противоядия? Зачем оно, если чудище будет мертво? У меня есть пациенты с отравлением. Им лекарство точно пригодится. А прочие образцы я исследую. Кто знает, какие у них свойства? За работу. Ммм. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких но. Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Жанни, смотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт. Все это очень грустно. Я имею ввиду, меня страшно чудовища убивать, потому что, ну, мы помним, да? Какие здесь высоковыровневые монстры. Моя броня вообще не котируется. Ну, и самый высокий уровень брони, между прочим. Моя броня. Моя броня, как умереть. Моя броня, как умереть. Моя броня, как умереть. Моя броня, как умереть. Ну, это можно представить Хе-хе-хе-хе-хе, кошмар Так, давайте угадать, что же против неё будет действовать Так, значит, то, что она ядом плюётся, хорошо, будет нас ядом лечить, блин Можно сохранить? Так, сюда и волгу Чего у нас интересного есть? Всем вся токсичность Это интересно, да? Да, да, да Призраков Катакана Каждый нанесённый удар увеличивает силу атаки, это интересно Ладно, давайте думать, какие у неё может быть магия Давайте какую-нибудь бомбу поставим А, ещё маслом намажемся Я думаю... Сейчас с бомбами разберёмся Осколки блокируют магию Осколки блокируют магию Не те, не те, не те Не те, не те Ладно, кажется, те у меня уже стоят Химия Да, я думаю, надо намазаться маслом каким-то Блин, я нервничаю Ощущение на челопой Уже нервничаю Масла против зверей Нет, магических тварей Все у нас заколдованы, давайте глянем Проклятые Скорее всего Масла против проклятых Или реликт Ну, не реликт Или трупоеды Блин, прокляли человека, действительно Если действительно Представляете, прокляли Так, масла против проклятых Мамы ДЖК Шак 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 Фак. Что это такое? А, я поняла. Ну ладно. Ласточку пьем. Отправление не помогло. Меня отправлять. Блин. Прям под нее подставляюсь. Не губна, не уйдет. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну. Зеленая. Красивая. Целуй ее, Геральт. Целуй. Хе-хе-хе-хе. Кошмар. Эй. Эй. Он не встит на принц заколдованный. Как-то Геральда не очень хорошо. Отравила его? Левушка, какое кошка что ли? Эй, а вы кто такие? Эммм. Кто же из этого экзотического места? Неужели это их экзотический принц был? Эммм. Эммм. Эмм. 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 что. Что происходит? А? Наконец-то ты очнулся, еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отпражением мараши. где-то я по тросе или скорее на фабархи или на этом языке ловим в афир не припомнишь что вы записывался в матросы ты на фире по и появишься да нет брат это не тебя сами сюда подписали и ты говорят убил их принца ну нормально чтоб тебя ничего не понял канал и огромная жаба в том чьи-то сапоги если этой жабой правда был принц повезло что я еще жив это как посмотреть я немного знаю афирский и слышал как они говорили будто их король послал сюда чтобы найти и раскладывать принца они поклялись ему своей честью и честью своих семей на пять поколений что привезут его живым и здоровым а я его убил и теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца пред светлые очи короля ну а ты кто такой филиппе калагранде мелкий вор профессиональный шулер а в свободное время экскурсовод паксин форту вашим услугам а ты-то почему тут тоже убил какого-то принца по их мнению я к этому причастен они наняли меня проводником а я привел их в канал и когда ты уже распорол брюхо этому королевичу но прости да ты ни при чем я ведь мог бы сидеть ровно в алхимии играть себе в гвинт вместо того чтобы похваляться что знаю оксинфурд как свои пять пальцев давно мы отошли от берега хрен его знает нет наверное не так давно да какая разница большая если меня должны казнить то я особо не тороплюсь в общем даже рад что плыву в афир говорят у них там белые кони черную полоску всегда хотел посмотреть может быть это черные кони в белую полоску черные белую полоску в зонгли баре это я точно знаю со мной была девушка рыжеволосая медичка ее тоже схватили я там никого не видел кроме тебя вадим хорошо значит все-таки убежала надеюсь она добралась до дома и пробовал отсюда выбраться ну а то употребил все свое обаяние да только зря видно плохо я знаю афирский я вообще не знаю мы будем плыть наверное с месяц могу тебя получить что он говорит велел вам заткнуться произошло недоразумение я могу поговорить с капитаном молчи собака ты убил принца и ответишь за это логично как сказать отведите меня капитану что ей правильно я сказала даже не видно или нет что случилось что он сказал. Чтобы ты тихо сидел, и что через две недели будешь висеть. Прекрасно. Успокойся. Что с ними болтать? Знаю себе, курлыча злобно, да надуваются. Ты заметил, как те рыбы, как их, как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем. Есть с ними наемник, похожий на Ай Дирнса. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный чародей на нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно, хватит языком молотим. Ты лучше вздремни немного, у нас впереди долгий путь. Мне спать не хочется, зато очень хочется, чтобы здесь был кто-то, с кем можно договориться. Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Да не очень. Я Гентер Адим, или же господин Зеркало. Мы с тобой встречались в Белом Саду. Я помог тебе найти, Йеннифер. А теперь вот снова встретились. И, похоже, тебе снова нужна моя помощь. Я слышал, тебе грозит петля. Если только ты не умрешь раньше от здешней кормежки. Откуда ты взялся? Зачем утомлять тебя, скучной историей? Лучше заняться чем-нибудь полезным. К примеру, вытащить тебя отсюда. Ты ведь хочешь отсюда выбраться, правда? Хочу. Да только что ты можешь. О, больше, чем ты думаешь. Я помогу тебе, Геральт. Но я должен быть уверен, что ты меня потом отблагодаришь. Ясно. Ничего не бывает даром. Ничего. В конце концов, я ведь купец. Ну как, хочешь, чтобы я тебе помог? Хочу. По рукам. Когда все кончится, ищи меня полночь на распуте под Имами у деревни Янтры. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл. Так он маг и чародей. Черт, что это? Это знак, что мы теперь союзники. Не хватало ему, да, шрамов на лице? Никогда не любил плавать. Черт его качка. А у меня морская болезнь. Вот можно было бы так проспать весь рейс. Ха-ха-ха-ха. Видимо, не судьба, а нам вообще приехать. Я на шторм не подписывался. Теперь мое жалование возрастает. Помоги нам добраться до Афира, и король щедро тебя вознаградит. Что с озняком? Мы должны доставить его королю. И клянусь честью, что так оно и будет. А мы не можем просто привезти его голову вашему королю. Как того? Здорово. Кто тут он у? И мы ничего не могли сделать. А этого мы доставим живым. Кто тут он у? Кошмар. Кроме того, я хочу посмотреть казнь, которую король ему приготовил. Мммм... И что это? За убийство наследника престола полагается искупать в смоле, содрать кожу и четвертовать. Отлично. Геральт, беги. Вау. Мы сейчас будем сбиться. С магом. Татышу. У меня знаки есть. Я ж... Я ж... Могу их делать, правда? Вау. Можно убежать. Кстати. Я вот думаю. Айс. Я вот думаю. Надо их заколдовать. Ээээ. Подожди. Давай. В свои. Можно? Что? Одного убили? Ты смотри, ласточка со мной. Ура. Режим. Так, подожди. Мне мага надо убить. Я как-то отвлеклась. Ай-яй-яй-яй-яй. Он перемещается, блин. Мага убить. Пипец. Ну вообще Геральт молодец. Радует. Нехорошо. Ай. Что у меня есть. Вот, например, это. Блин, двое со щитом. Я его не догоню вообще никогда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, чудесно. Я не знаю, как я до него доберусь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ахаха-хаха! Только дай слабину Дай очухаться Геральду И все Все будут убиты Блин, я забыла Остановить это дело Ладно, давайте заберем Что у вас интересного есть Неожиданно Эльфис Ой, Афирский Итаган Так, еще там кто-то Возможно с корабля мы что-то сможем снять Подожди, я сохранилась? Это же важно Так Пока не полночь, но нам надо встретиться С этим парнем, похоже он очень опасен Даже и мы с этого Еще не собрались, красота Надо, надо, надо сходить На наш король Письмо Вернер Фернер, Пернер Как бы тебя ни звали Недоступно моему пониманию По какой причине Благороднейший королевский чередитель Аамат Выбрал из всех людей на свете Именно тебя в качестве проводника Аргумент, что ты лучше знаешь местность Не выглядит для меня не на волос убедительно Ведь Айдирн имеет столько же общего средания Как и зерекание с афиром А именно ничего Но поскольку решения Благодарнейшего не обсуждаются Я прошу тебя передать ему послание Следующее в содержание Мы стоим в лагере Неподалеку от деревни Броновец Во исполнение указаний Полученных при дворе его величества Мы делимся нашими знаниями и товарами С местными простолюдинами При спорте мои прогнозы Насчет их интеллектуального уровня Подтвердились Стократно Поэтому вновь нижайше прошу Разрешение продвинуться дальше Городским поселениям Где наши знания и опыты Ценят по достоинству Так, так Так это те ребята Они стоят в лагере А не просто так Вообще, Герлит У нас там есть девушка какая-то? Ну да Давайте оденемся вообще-то Неплохо было бы, да? Хотя, может быть Давай под местных косить И меч Стальное Ой, это гам Интересно Ну нет Лучше дадим дань традиционным Подожди, а это мы что поднимали? Негоциатор Минус 33 урона На Не ахти Ну ладно Давайте полежим сюда Посмотрим, что здесь интересно Угу Санвичелла Какие-то ненужные Кавалерийские сапоги Ладно Там что-то может быть интересно Как вы думаете? Но поскольку Герлит Не хочет выплывать Наверное, нет Я думала У нас всю одежду отобрали Надо будет ее искать где-то Оказывается Она у нас была в кармане Надо было ее одеть Не знаю Возможно ли делать это во время боя Не пробовала Ладно Куда нам сейчас Встретиться С господином зеркал На распутиве Так мы не доплыли Для афира, да? А где-то тут Разбился корабль На пути Ого Ого Что здесь? Давайте глянем Раз уж мы здесь Здесь Что-то красивое Какая-то башня Опустевшие селения Ну да Там, конечно, монстры Господи Годница Я чувствую Все будет очень плохо Годница Эти все ребята Это трупоеды Кажется, да? Да Он был проклятый Как я так и подумала Подожди Давайте прочитаем Подожди Я от утопцев не намазала Ничего Блин Это ж надо Зачиталось Читали? Ладно Где тут у нас Вот это дело И от утопцев Масло Спасибо Оглушили Оглушили утопка Ай Ай Как гадостью Залили Экран Мне с одной бабой Справиться Сложно Фух Ну Мы селения Собедили Ура Красивая башенка И перемещалку Нашли Опа Мы молодцы Кажется, это перемещалка Да Это же перемещалка Короны Нашли Так, давайте Соберем трупы Не зря же мы тут Подожди Ну, красненький Мутаген Не зря Так, тут да Перемещалка есть Есть парень на лодке Есть купец Привет Тебе, наверное, можно продать Какую шляпу Да Сапоги Вот это вряд ли, да Ты купишь Я даже не знаю Шанс критического удара Шанс критического удара Здесь я доплюдаю Рубитие доспеха Лучше, наверное Вот это я хочу продать Купишь Не купишь Ну ладно Немножко ограбили тебя Так, давайте Смотрим Сходим наверх Сюда можно зайти? Да Грабли Блин Тюнинграм Геральт Сапоги Видишь? Бери Фосфор Фосфор в сапогах Логично Кстати, они сохранятся На случай Если Подум С башней А я это могу Сохраниться Так Фиал Ненужный Ага Доспех Новолуния Хорошо Доспех Надо было продать А не тут меч А? Геральт Твой мир В котором ты живешь Прекрасен Так Яуду Может купить у него меч Обратно И продать ему Доспехи Не сильно Удачная операция Но что мы Без всяких Тяжестей Будем бегать Приветствую Ты лук С маслом ел То не был бы такой И мы Находимся И мы в средней В средней броне И она довольно таки Симпатичненькая Как по мне Вот Я смоталась Бегала За этими За всем В общем Под низом Верхом Перчатками Теперь у нас Очень красивый Такой Костюмчик Бархатный Так Сохранение Ну Только средняя броня Где там он Находится Здесь В общем Бежать Недалеко Отбегаемся Цветущие поля Крестьян Так Где-то здесь Да Вот Ива Это Ива Что ли Ладно Надо Подождать Полночь Да Подожди Полночь Вот Надо узнать Что хочет Вот Меня А мох Устроил Бурю А Геральт Мог бы Попросить Чародейку Что за звук Подозрительно Странный Я знал Что ты Придешь Ты Ясновидящий Дело Не в том Кто я Я помог Тебе Бежать Раньше С моей Помощью Ты нашел Йеннифер Теперь Ты чувствуешь Что меня Надо Отблагодарить Еще Твой Знак Прекрасно Мне об этом Напоминает Для того Он и Служит Знаешь Это Весьма Занятно Даже Самые Отпетые Негодяи Испытывают Странную Потребность Отдать Долг Чести Люди Эльфы Краснолюды Все Расы Ты должен Мне это Когда-нибудь Объяснить Ну Раз уж Ты здесь Расскажи Как у тебя Вышло С Афирцами Не Не Припоминаю Чтобы Ты мне Помогал Налетел В шторм И корабль Выбросила На скалы Ты И так Считаешь Вот Он же Не Думал Что Ты Настолько Склонен К Рационализму Хм Если Тебя Не Привела Сюда Благодарность Значит Ты Здесь Из Любопытства Мне Нравится Эта Черта Она Служит Началом Удивитель Ну и что ты Морта Геральда Изуродовал А та Которую Ты так Хочешь Мне Рассказать Она О чем Эта История О подлеце С каменным Сердцем О человеке Который Не хочет Отдавать Своих Долгов От Чего Ты Взял Что Мне Это Интересно С Того Что Он Навредил И Тебе Его Имя Ольгерд Фон Эверик Не знаю Что С ним За дела Но Я Против Него Ничего Не Имею Имеешь Ты Просто Этого Еще Не Понял Ведь Ольгерд Фон Эверик Совершенно Осознанно Послал Тебя Убить Человека Которого Может быть Еще Удалось Бы Расколдовать И ты Был бы Казнен За Это Если Бы Не Я А Знаешь Почему Он Это Сделал Потому Что Он Злобный Весчестный Выродок Который Питается Страданиями И болью Других Интересно Что же Он Тебе Такого Сделал Я Подписал С ним Договор Задействовал Свои Способности И связи Чтобы Дать Ему То Чего Он Пожелал А Теперь Он Уклоняется От Уплаты Задолженности Ты Хочешь Чтобы Я Выбил Твой Долг Я Ненаемный Головорез А мне Не нужен Головорез Мне Нужен Кто-то Умный И Хитрый Кто-то Кто Не Боится Испытаний Кто-то Такой Как Ты Ты Что Лесть Ну Конечно В конце Концов Я Бродячий Торговец Так что Могу Предложить Тебе Много Интересных Вещей Например Благодать Для Тела И Души У тебя Всегда Будут Еда И Питье В Изобилии Ты Ведьмак Так что Я могу Дать тебе Лучшее оружие Какое Только Поживаешь Твое Тело Будет Ловким Как Никогда Мысли Быстрее Молнии Твоя Страсть Очарует Любую Женщину Но Прежде Всего Я Предлагаю Тебе Настоящее Приключение Ты Испытаешь То Что Дано Пережить Лишь Избранным Сладко Щедрый Ты Да И все Это Лишь За Помощь В Одном Маленьком Дельце А Больше Ты Ничего Не Хочешь Гладкий Челет Только Честности Что 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 Ты Сделал Для Ольгерда Тоже Вытащил Из Какой То Клетки В Определенном Смысле Помню Я Тот День На Дворе Моросил Дождь Был Пронизывающий Холод Ольгерд Заявился Сразу После Захода Солнца Худой Как Старая Твяча В Залатаной Рубахе И Все Что У Него Было Одна Сабля На Поясе Жалко Было Смотреть Он Попросил У меня Помощи Я Ему Помог Благодаря Мне Он Стал Богат И Успешен Стал Тем Кто Он Сейчас Теперь Он Прогоняет Меня Когда Я Прошу Его Вернуть Долг А Как Ты Раз Даже Приказал Спустить На Меня Собак Хочешь Не Хочешь Приходится Ссылаться На Условия Договора И Тут Появляешься Ты Сколько Тебе Должен Ольгерт Люди Чести О Таких Вещах Не Говорят Если Уж Я В Это Вмешаюсь То Должен Знать Подробности Сколько Миллион Два Миллиона Крон Я Не Ростовщик И Не Даю Денег Под Проценты Должен Мне Нечто Гораздо Более Ценое Чем Пара Монет Большего Я Сказать Не Могу Я Уважаю Частные Интересы Клиента А что Должна Тогда Делать Если Ты Меньше Не Рассказываешь Что Все Твои Таланты И Связи Почему Ты Сам С Этим Не Разберешься Тут Есть Нюанс По Контракту Прежде Чем Я Приду Задолгом Должны Быть Исполнены Три Последних Желания Фон Эверика Проблема В том Что Я Не Могу Быть Их Исполнителем А Лишь Как Это Назвать Консультантом То есть Тебе Нужен Мальчик На Побегушках Мне Нужен Союзник Я Чувствую Что Лучшего Чем Ты Мне Не Найти Так Чего Ты От Меня Ждешь Сначала Мы Вместе Навестим Фон Эверика А Там Увидим Будем Импровизировать И Все Я Верю Что Все Кончится Хорошо А После Мы Все Встретимся И Поблагодарим Друг 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 За То Что Пережили Вместе Да Перейдем К делу Расскажи Мне О трех Желаниях Ольгерда Он Может Попросить Исполнить Три Вещи А Подробности Мы Узнаем Только На Месте Все Это Выглядит Как То Мутно Твоя Помощь Договор С Ольгердом Эти Три Желания Ха-ха-ха-ха-ха Раз уж И тот Ничего Не обещаю Это Все Чего Я Прошу Теперь Убери Этот Знак Разумеется Как только Ты Справишься С Заданием Конечно Такой Он Он Нам Доверяет Да Нормально Да Он Оставил Клеймо На лице И делай То Что Приказали Да Но Ты же Должен Нам Доверять Да У нас Такая Посмотри На мои Честные Глаза Да Ладно Давайте Закончим На этом Подписывайтесь Ставьте Лайки Всем удачи И пока Пока Не щади Скакуна Не щади Скакуна И Не щади Лучше Они Там Они 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 Ура! Не надо было. Я в первый раз чуть-чуть сворачивала. Да. Клево, симпатичненькая. Один из наших мифов рассказывает, как небо и степь полюбили друг друга, и от их любви родилась кобыла. А, люди тогда были слабы и страдали от разных бед. Кобыла кормила их своим молоком, и люди стали сильны, а затем позволила оседлать себя, как люди стали воинами. Предание учит нас уважать коней, благороднейших из животных. Красивая легенда. Спасибо за нее и за состязание. До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров! Я загрузила старую версию. Где-то квест еще не выполнен. Мы пойдем сейчас найдем, что же случилось с этим. Клокнером. Пахнет ньющим мясом. Когда недополнено. Найти источник запаха, используя ведьмачу ИСИО. Угу. Совершенно. Кто бы мог подумать, да, ИСИ, что была у квеста такая загвоздка неочевидная, которая нигде не прописана. Так, теперь можно открыть. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Чего? Зачем здесь? Ох. Смотрите, кошмар. Я решила все-таки пройти этот квест, который быстро дано делается. Ух, сразу. Ага. Искать помещение. Собака мертвая. Харюша мертвая. Подожди, я боюсь там смотреть, что там дальше. Ключи. Отличная полнолуния. Ладно. У меня было чувство, что мы этот квест не допрошли. Офигеть. Они разделывают мясо, и человек зачем? И еще какой-то челочеловечен. Униющие эти всякие червячки, которые любят ледниющее мясо. Низушек со светлыми волосами. Вот и Фолкерт. Вскрыт и выпотрошен. Почему смерти установить не удастся? Надеюсь, нам дадут как-нибудь это отреагировать. Я не знаю. Пожалуйста, центральную прачечную, например. Ух ты, он поднимается вместе с факелом. Закрыт. У меня есть молодец. Почему они помнят? Это Клэс где надо бы найти друга. Правника. И она режет мясо. Собираем, правда? Старые мы, нету же сил, чтоб в поле работать, а есть что-то надо. Смилуйтесь, сударь. Поэтому трубы, трупы надо. Люди говорят, что у ведьмаков нет чувств. Трупы тогда есть, кошмар. Сейчас я в ярости. Самое время ее утолить. Ты выродка! Люди! Здравый ключ, так. Странное мясо, блин. Главное его не есть, да? У нас теперь есть ключ, ладно. Проводим расследование дальше. Книжки, наверное, о вкусной и здоровой пище. Из людей. Это то, что я думаю. Человеки. Нож воткнут крысу. Закрыто. И мы здесь не можем открыть. Никак. Странно. Странно. Дома ключ есть. Так. Книжка. Взять. Нет. Удолководы. Что там за тайная комната? Непонятно. Закрыто. Закрыто. Я думаю, все таки правильно сделала. Что это было. Потому что вся комната такая с решетками. Возможно, они сюда заманивали путников. Так. Ничего больше подозрительного нету. Безобразие. Это его книжки всякие, видимо, литература этого травника Ладно, пойдемте отчитаемся Возможно, и не надо было нам входить в ту комнату, возможно, сам факт ее наличия, говорит, у меня в этих бревы расстались не просто таки, как думают Привет! Я уже знаю, что стало с Волдьетом Ну ты говори же, я ж тут с ума схожу Он был... А что юлить? Людоеды его сожрали Людоеды? Под Новиградом? В Велине, я бы еще понял, но тут... О, боги Ты ведь убил их, правда? Скажи, что ты их перебил Да Он хотя бы отомщен Вот твои деньги А теперь... Прошу, оставь меня одного Я должен написать родителям Волкерта Вот это была бы более правильная концовка этого квеста Сколько монетах дали, непонятно Всем пока-пока Прошу, пока КО tracking Прошу, пока